В эфире Азербайджанского телевидения новости. В студии Сара Гамзаева. Добрый вечер. В эфире Азербайджана и иранских отношений, опирающихся на взаимное уважение и добрососедство. Сегодняшний высокий уровень дружественных связей является результатом совместной деятельности наших стран на протяжении 30 лет. Состоявшиеся за эти годы многочисленные взаимные визиты, подписанные документы, достигнутые соглашения и реализованные совместные проекты сыграли важную роль в динамичном развитии нашего сотрудничества в политической, экономической, транспортной, энергетической, культурной и других сферах. Я высоко оцениваю постоянный политический диалог между Азербайджаном и Ираном и наше взаимодействие в ряде сфер. Считаю, что сегодня существуют большие перспективы для дальнейшего развития нашего взаимовыгодного сотрудничества. Восстановление Азербайджана и Иранской государственной границы в результате освобождения наших исторических, исконных земель от оккупации, несомненно, создало благоприятные условия для полного использования имеющегося потенциала совместного участия в реализации транспортно-коммуникационных коридоров. В этом контексте хочу особо отметить значение меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджанской республики и правительством Исламской республики Иран относительно создания новых коммуникационных связей между Восточно-Зангизурским экономическим районом Азербайджанской республики и Нахчеванской автономной республикой через территорию Исламской республики Иран. В настоящее время на наших освобожденных от оккупации территориях идут широкомасштабные работы по реконструкции и восстановлению. Мы были бы рады видеть участие в ближайшем будущем кампании, представляющих вашу страну в этом процессе. Верю, что благодаря совместным усилиям Азербайджана и иранские отношения, служащие интересам наших стран и народов, и впредь будут успешно развиваться и укрепляться. Пользуясь случаем, желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному и братскому народу Ирана благополучия и процветания. С уважением, Ильха Малиев, президент Азербайджанской республики, город Баку, 11 марта 2022 года. Президент Ильха Малиев принял сегодня делегацию во главе с министром дорог и градостроительства Исламской республики Иран, сопредедателем Госкомиссии по экономическому торговому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном Рустамом Гасими. Министр и сопредедатель Госкомиссии Рустам Гасими передал главе государства приветствие президента Ирана Сееда Ибрахима Раисе. Президент Ильха Малиев поблагодарил за приветствие президента Ирана и передал свои приветствия Сееду Ибрахиму Раисе. На встрече было отмечено, что новые реалии в регионе создают хорошие возможности для сотрудничества. В частности, было подчеркнуто значение планируемого к подписанию сегодня меморандума взаимопонимания между правительствами Азербайджана и Ирана о создании новых коммуникационных связей между Восточно-Зангизурским экономическим районом Азербайджана и Нахчеванской автономной республикой через территорию Ирана. Это было расценено как проявление наших дружественных связей. Была выражена уверенность, что подписание меморандума послужит открытию новых транспортных маршрутов. Было отмечено, что новый коридор станет важным международным коридором как для транспорта, так и для электроэнергии. Было подчеркнуто, что сегодня предпринимаются очень важные шаги по запуску нового транспортного маршрута, который станет ответвлением транспортного коридора Север-Юг, что создает хорошую основу для сотрудничества как в направлении Восток-Запад, так и в направлении Север-Юг. На встрече было выражено удовлетворение началом работы иранских компаний на освобожденных от оккупации территориях. В ходе беседы было подчеркнуто значение двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в транспортной сфере и для наших стран, и для региона, и на международном уровне. С этой точки зрения была подчеркнута важность осуществления авиарейсов. Президент Хамалиев принял делегацию во главе с министром юстиции Грузии Рати Бригадзе. На встрече было отмечено успешное развитие дружных связей между Азербайджаном и Грузией в различных областях, в том числе в транспортной, энергетической и торговой сферах. В ходе беседы была затронута важность обмена опытом между министерствами юстиции Азербайджана и Грузии. Была выражена уверенность, что визит Рати Бригадзе в нашу страну и подписанный в рамках визита меморандум о сотрудничестве между министерствами внесет вклад в расширение связей в этой сфере. Министр иностранных дел Джейвен Байрамов встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмидт. Во время встречи стороны обменялись мнениями о двустороннем сотрудничестве в процессах восстановления, реконструкции и реинтеграции на освобожденных от оккупации территориях, а также последних событиях в регионе. Джейвен Байрамов подробно остановился на проделанной работе по восстановлению освобожденных территорий, предпринятых Азербайджаном в шагах по реализации трехсторонних заявлений. Также были обсуждены вопросы, связанные с возможным участием ОБСЕ в процессах реинтеграции. В этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Великобританией. В Министерстве иностранных дел в связи с этим открылась фотовыставка. На ней были представлены основные события 30-летнего сотрудничества. Заместитель министра иностранных дел Халяв Халявов, посол Соединенного Королевства Британии и Северной Ирландии в Азербайджане Джеймс Лайл Шарп и торговый посланник британского премьер-министра по Азербайджану Баронесса Эмма Николсон остановились на развитии связей. Азербайджан является надежным партнером Британии на Южном Кавказе. И это сотрудничество развивается как в двустороннем, так и в международном форматах. Успешно развиваются и связи между правительствами Азербайджана и Великобритании в сфере безопасности. На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана ведется широкомасштабная работа по восстановлению и реконструкции. Мы приветствуем активное участие британских компаний в этом процессе. В Анталии начался дипломатический форум. В мероприятии на тему перестройка дипломатии участвуют и азербайджан. Сейчас на связь со студией из Анталии выходит наш собственный корреспондент Ялчин Таироглу. Добрый вечер, Ялчин. Каковы основные тезисы начавшегося форума? Добрый вечер, Сара. 17 глав государств, 80 министров, 39 руководителей крупных международных организаций, сотни представителей деловых и научных кругов из разных стран мира. Одни эти факты уже подтверждают высокий уровень дипломатического форума в Анталии, который сегодня открылась. На церемонии открытия выступил президент Турции Раджаб Таип Эрдуан. Он выступил с резкой критикой в адрес некоторых международных организаций, в частности ООН. Он отметил, что это недопустимо, когда один из членов Совета безопасности блокирует все решения, которые поддерживаются абсолютным большинством. Он высказался за справедливые отношения, за справедливое разрешение конфликтов в разных точках мира. Форум будет продолжаться в течение трех дней. Предусмотрены многие панели, двухсторонние встречи. Азербайджан достаточно широко представлен на этом форуме. Представители правительства, парламента, руководители неправительственных структур участвуют в работе в форуме. И мы будем сообщать о ходе работы форума. Сара, слово вам. Спасибо. Это был Ялчин Таирогу с последней информацией о начавшемся в Анталии дипломатическом форуме. В Украине 16-й день войны. Вооруженные силы этой страны объявили, что вернули некоторые потерянные пункты. Российская же армия сообщила, что взяла под контроль город в Донецкой области. В Чернигове под контроль вооруженных сил Украины перешли пять населенных пунктов. Город Живолноваха, расположенный к северу от Мариуполя, перешел под контроль российских военных. Информация об этом распространила Министерство обороны России. Также продолжается нанесение артиллерийских ударов по населенным пунктам. Еще один социальный объект подвекся авиаудару. В Харькове был обстрелян психоневрологический интернат. На момент нападения в интернате находились 330 человек. Число пострадавших уточняется. Впервые после начала войны взрывы были слышны и на западе страны. Удары наносились по аэродрому в городе Луцк. Жителям было рекомендовано укрыться в убежищах. А в дне пресс-наряда попали на обувную фабрику возле детского сада и многоэтажного дома. В результате погибли по меньшей мере два человека. Шесть получили ранения. Россия также будет привлекать добровольцев в Украину. Президент Владимир Путин дал согласие на соответствующее предложение министра обороны Сергея Шайку. Владимир Путин также положительно оценил инициативу о передаче в Донецк и Луганск оружия западного производства, изъятого украинской армии в ходе боевых действий в качестве трофея. С начала войны в Украине стремительно растет число бежавших из страны. По подсчетам ООН, эта цифра уже достигла 2,5 миллиона человек. В соответствующем заявлении выступил Верховный комиссар организации Филипп Бугранди. По его словам, около 2 миллионов человек внутри страны стали беженцами. Даже если они оставляют свои дома, они не могут покинуть Украину. Хавер Альева, Нюльфер Слан-Зайдаль, Новости АСТВ. Происходящие в мире события повлияли не только на цены на нефть и газ, но и на биржевую стоимость золота. Как же повлиял рост цен на этот драгоценный металл, на стоимость ювелирных изделий и как обстоят дела в этой сфере в нашей стране, выяснила Фидан Бабаева. За последние несколько недель стоимость золотых слитков значительно выросла. На это есть много причин. Поскольку этот драгоценный металл считается безопасным активом, в некоторых случаях предприниматели временно вкладывают в него свои инвестиции. И процессы, происходящие в мире, влияют также на азербайджанский рынок. Изменения на мировом рынке быстрее всего оказывают влияние на драгоценные металлы. Однако снижение цен на сырье на ювелирном рынке идет медленно. Хоть материал сырец и золото, его производство, продажа имеют элементы и статьи расходов. Как итог, подорожание сырья приводит к повышению цен на ювелирные изделия. Покупатели предпочтения отдают золото 585-й пробы. Драгоценный же металл 750-й пробы дороже. Поэтому спрос на него меньше. Цены на изделия, произведенные по тем или иным брендам, остаются неизменными. Тогда как стоимость на автовую продукцию и золото формируются в соответствии с биржей. Один грамм золота 585-й пробы стоит 46 долларов, что в эквиваленте делает 78-80 монатов. Цена же одного грамма 750 пробы составляет 55 долларов, а это варьируется в пределах 93-95 монатов. Эксперты сходятся во мнении, что рост цен в мире на драгоценные металлы носит временный характер. Ожидается, что Федеральная резервная система США повысит в этом месяце процентную ставку по доллару, что обычно приводит к падению стоимости недивидендных активов, включая золото. Федан Бабаева, Октай Гасымов, Новости АСТВ. Инвалидность не помеха развитию творческого потенциала. Это на деле доказывает герои нашего следующего сюжета. Наша корреспондент Сабина Алиева побывала на выставке работ под названием «Год Шуши. Победа Шуши». Выставка продажа, приуроченная к объявленному президентом Ильхамом Алиевым году Шуши, организована профессионально-трудовым реабилитационным центром Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защите населения. Участники мероприятия отметили значимость выставки. В прошлом году между Агентством социальных услуг и университетом был подписан меморандум. Тем самым были организованы совместные мероприятия по обучению лиц с инвалидностью различным профессиям и их интеграции. Эта выставка – одно из таких мероприятий. Инвалидность – не помеха для творчества. Так можно охарактеризовать выставку работ лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе Гази Второй Карабахской войны. На нынешней выставке представлено около 500 работ, 14 лиц с инвалидностью, получающих различные навыки в профессионально-трудовом реабилитационном центре. Их произведения посвящены в основном темам Шуша, Победа, История Азербайджана. Но в РУС также представлены работы на тему Азербайджана-Турецкого братства. Работы Гази в основном посвящены национальной тематике. Это арахчины, музыкальные инструменты, различные брелки, статуэтка, железный кулак, девичьи башни, в деревянной подделке, конечно же, символ нашей Великой Победы во Второй Карабахской войне Хары Бельбюль. Я инвалид второй группы. У меня с детства был большой интерес к рисованию. Но после войны у меня появились проблемы с памятью. Я забыл некоторые моменты. С октября я привлечен в Центр реабилитации лиц с инвалидностью. Там я прохожу как компьютерные курсы, так и курсы рисования. Это одна из моих работ. Она символизирует приход весны. Профессионально-трудовой реабилитационный центр проводит обучение и реабилитацию лиц с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 15-29 лет. Здесь организуются трех-шестимесячные курсы по различным профессиям. И за прошедший период в Центр поступило 2200 человек с инвалидностью. После окончания войны и определения моей инвалидности я поступил в реабилитационный центр, где меня очень заинтересовало ковроткачество. Так я соткал вот этот ковер с железным кулаком. В дальнейшем я планирую поступить в Академию ковроткачества, чтобы и дальше развиваться в этой сфере. А нам остается только пожелать им больших творческих успехов. Памятники каждого города отражают его прошлое, образ мыслей и борьбу нации. Неодушевленные статуи имеют живую историю. И в нашей столице много таких скульптур, которые не содержат никакой информации. Кому возведен этот памятник, за какие заслуги, годы жизни, творчество. Рауф Мамедов разбирался в этом вопросе. Мы находимся на проспекте Азербайджан. Только лишь на 20 метрах этого проспекта находятся целых 5 барельефов. И с нашим прибытием сюда мы столкнулись с интересной картиной. Здесь, возле барельефов, либо нет никакой информационной таблицы, либо они на русском языке. Информация о них должна быть как на азербайджанском, так и на английском языках. Это также познакомит туристов с нашими выдающимися политическими деятелями, деятелями культуры. Я бы очень хотела увидеть информацию на памятниках и бюстах. На некоторых старых памятниках надписи до сих пор остались на кириллице. Было бы лучше, если возле каждого памятника было информационное табло. Иначе многие, особенно туристы, не понимают, кто и что там изображено. Как вы видите, тут написано только имя и фамилия Межзефатали Ахундов. Никакой другой информации нет. Ее наличие поможет нашей молодежи подробнее узнать о нем. Примечательной частью этого вопроса является то, что по сравнению со старыми статуями возле новых имеются информационные таблицы как на азербайджанском, так и на английском. И даже для людей с ограниченными возможностями. В Министерстве культуры сообщили, что в настоящее время соответствующий сектор занимается сбором информации, а точнее статистикой по количеству таких памятников. В то же время мы исследуем памятники наших выдающихся личностей и за пределами страны. После завершения работ в этом направлении членами экспертная комиссия проведут соответствующие мероприятия, основываясь на мировую практику и современные методы. И напоследок. Надеемся, что вскоре возле этих памятников появится подробное информационное табло о человеке, в честь которого возведен монумент. Ведь, как говорил Пифагор, статую красит вид, а человека — деяние его. Рауф Мамедов, Эльчин Тагиев, Новости АС-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова